всем привет сегодня тема будет авоказии моя обожаю просто авоказии вот это вот авоказии который держу в руках называется черный бархат блэк вельвет вот я ее в этом видео покажу как ее я размножаю свои ошибки в общем-то свои успехи как у меня это хорошо получается в общем то если у вас хорошо получается свой метод в земле или как пожалуйста пользуйтесь я не настаиваю что это именно правильно вот в моих условиях как показала практика мой метод идеально подходит эти авоказии растут очень у меня давно вот я сажаю по несколько растений в горшок чтобы это было более выглядело вот так вот пушисто растут они у меня под искусственным освещением в плане полива очень нужно быть осторожными потому что авоказии особенно вот эти вот черные бархаты у них плотные листья и они не любят заболачивание грунта если будет сильное переувлажнение тогда корни начнут развиваться корневые гнили начнут отсыхать листья появляться на них пятна кстати о пятнах на листь пятнах на авоказии воспроявляются они в основном по одной причине это проблема с корневой системой а именно переувлажнение грунта корневые гнили и так далее и так далее вот такие листья это нормальный естественный процесс отсыхание это окей не стоит этого пугаться на растение живое она живет вот так что не стоит такого пугаться хвататься за голову искать бубен и прыгать вокруг своих растений как я поливаю свои растения у меня нету определенный графика которого я придерживаюсь я уже научился как бы чувствовать все равно когда долго выращиваете одно определенную группу растений вы как бы уже начинаете чувствовать растения и я определяю вот именно авоказию вот эту вот черный бархат поливаю смотрю снизу горшка вот дренажное отверстие если там еще грунт а такого черного цвета значит что он еще достаточно влажный когда он там более-менее ржеет я уже начинаю ее сверху так немножко теплой водой аккуратно поливать вот и я недавно пересаживал эти авоказии и собрал вот такой вот урожай замечательных бульбочек которые я сейчас покажу наглядно как я их буду сажать в общем-то вместе с вами ну поехали и так для размножения авоказии нам понадобится конечно же бульбочки это основной и и главный метод размножения вот такими удочными бульбочками растения есть такие прикорневые отростки которые постепенно постепенно из маленьких утолщаются 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 превращаются вот в такие вот будь дочерные бульбочки и они постепенно начинают сами развиваться образуя новое молодое растение это и есть основной способ выращивания авоказии также их можно размножать кусочками стеблей семенами но семена авоказии я в продаже еще ни разу не встречал и у меня они тоже пока не получались нам еще понадобится сфагнум мох живой я его никак не обрабатываю это сухой мох уже высох и я его предварительно порезал просто ножницами обычными порезал его и все в принципе он такой суховатенький тоже очень хороший очень люблю вообще выращивать проращивать во мхе также нам понадобится пластиковая тара прозрачная с крышками желательно это вот такие вот одноразовые контейнеры на 200 миллилитров прекрасно мне подходят то есть если у вас есть другие которые закрываются плотно вот именно должны закрываться плотно чтобы вода никуда не испарялась вот в период проращивания вот такие крышки с ним прилагаются они закрываются достаточно плотно и хорошо так ну собственно еще понадобится вода все сейчас я найду воду все приготовил кроме воды ничего страшного вот у нас все есть вода так ну начинаю я очень просто принципе это все делается что нам еще нужно промаркировать конечно же дату как какого числа мы сеем сколько мы сеем насколько я не стал вот но это нужно чисто для того чтобы вам потом знать сколько времени у нас пройдет займет этот процесс проращивания все очень просто делается набиваем мох с фагном в этот контейнер вот так вот и раскладываем сверху бульбочки у бульбочек есть начало это вот это вот заострененько это уже проращивается молодой росточек и если перевернуть у нее вот этот вот как бы от маточного растения вот этот назовем это поповиной такой от росточек он такой туповатый мы сажаем вверх вот этим заостренным концом все очень просто берем вот так вот сверху и устанавливаем вертикальном конечно же положение так вот я посажу более крупные бульбочки в один контейнер а которые помельче и почаще я посажу во второй контейнер кошка возит куда полезу то все вот она посадка совершена все больше ничего я абсолютно ничего не делал единственное что можно же конечно же их чуть-чуть прикрыть мхом совсем вот чуть-чуть вот так вот раз так вот слегка чтобы он сверху знаете как такая подушка чтобы он чисто создавал какую-то дополнительную такую влажность все поливаем сверху чуть-чуть водой не так чтобы здесь было болото а так чтобы намочить просто мог все влажность там распределиться так по всему мху равномерно чтобы лишнюю воду убрать можно просто вот так вот наклонить немножечко подержать и вода лишнее выльется из мха если вы вдруг переуважнили но тут достаточно все теперь мы закрываем вот так вот крышкой плотно я закрываю плотно не проветривают до прорастания когда начинает прорастать я уже открываю и пересаживаю в такой более питательный грунт и смеси я использую кокосовый субстрат сухой брикетах и торф класс нам фирмы класс man мешаю приблизительно то пополам ну на глаз когда как в общем это все такое рыхлая увлажненная и я сажаю уже молодые растеницы в этот субстрат они у меня уже развиваются как полноценные растения все и теперь что еще нам нужно на теперь нужен свет и тепло это обязательно конечно если вы поставите в таком вот виде куда-нибудь в темноту или на холодный подоконник вы не дождетесь вообще быстрого прорастания и не знаю ну не дождетесь потому что я пробовал на подоконнике на холодном проращивать у меня это заняло очень долго по времени и проросли только веснука это когда уже солнце прямо так хорошо пекло на них вот я проращиваю на стеллажах на стеллажах у меня свет горит по 12 часов плюс там всегда тепло идет как бы с нижних полок такой подогрев от лент светодиодных и они проращиваются довольно быстро в течение месяца двух они уже мог прорастать самый большой сколько у меня прорастали бульбы а в оказии это до 8-9 месяцев прорастали бульбы поэтому если вы посадили ждете через две недели уже там проросток и то и дело туда смотрите можете не смотреть а просто вот поставить и забыть там через месяц через два уже смотреть поглядывать когда появится обычно появляются первые корешки молоденькие прям видно из этой бульбочки прорастают а потом уже проклевывается первый ювелирный лист так быстренько посажу остальные бульбочки и уже поставлю их на постоянное место на проращивание мне тоже часто спрашивают по поводу авоказии вот я я купил там какое-то растение что мне делать как бы я не знаю может снять на эту тему ролик вот как бы я хотел тоже купить больное растение но цена на него конечно была не маленькая поэтому я воздержался тем более у меня такое растение есть это авоказия поле которые чаще всего продают в магазинах и чаще всего у людей она погибает вот именно из-за той причины что ее все переувлажняют другими словами просто растения заливают все авоказии любит такой умеренный полив зимой так вообще не нужно быть аккуратно аккуратно с поливом если у вас еще и будет холодно уж смогут еще и в мире образоваться так все вот я и посадил собственно говоря все свои бульбочки ставлю закрою и все готово все теперь я их поставлю на стеллаж и через месяц посмотрю как образовались там молодые корешки или не образовались в общем то будем теперь смотреть и наблюдать теперь вот за их проращивание пробовал я проращивать в кокосовом субстрате чисто пробовал чисто в торфе в торфе у меня вообще все бульбы у меня было их около 15 все сгнили вообще все до одной сгнили бульбы мне было очень жалко и вот хочу показать как начинают образовываться дочерные бульбы в авоказии то есть у нее вот видно да как прорастает такой отросток прикорневой видите вот он он молодой прорастает и он так идет пользим под землей вот так вода и растения ох сломал вот этот молодой но ничего ему можно посадить и она прорастет и они утолщаются и начинают прорастать в общем это очень интересное такое уникальное свойство именно лаказии и вот этим они вот отличаются из всего семейства что они образуют вот такие вот бульбы и с помощью них расползаются по всей территории начинают в общем то где-то эти растения растут как сорняки а мы вот даже не можем их нормально полить чтобы не залить в общем-то выращивайте свои растения любите их читайте про них изучайте надеюсь вам помог своим видео если возникнут какие-то вопросы задавайте всем спасибо за просмотр и пока пока